Проект постановления о выходе Молдовы из СНГ начал рассматриваться в парламентских комиссиях. Депутаты голосуют и таким образом становится ясно, какова позиция парламентских партий. Но больше всего эта инициатива возмутила представителей партии социалистов Республики Молдова. Они не просто ее критикуют, а обещают сделать все возможное, чтобы она провалилась. В то же время особый интерес вызывают позиции демократов, поскольку без голосов правящей партии либералы потерпят поражение. Так какую позицию займет ДПМ? Выгодно ли ей поддержать партию ГИМПу? И если да, то просчитали ли они возможные последствия этого шага? Как всегда, будем разбираться принципиально, ведь вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Ну и совершенно логично, что сегодня в студию я пригласила представителей партии социалистов, исполнительный секретарь партии Влада Батрынча. Добрый вечер. Добрый вечер. И пресс-секретаря демократической партии Виталия Гамурария. Вам здравствуйте. Добрый вечер. Поддержать позицию одного или другого участника предлагаю вам. Для этого необходимо позвонить по телефону, указанному на экране. Звонок бесплатный. Что ж, мы начинаем. Давайте вначале разберемся и постараемся пояснить для наших телезрителей, что Молдове дает членство в СНГ. Господин Гамурарий. Ну если говорить о СНГ как международной организации, и часто говорили о том, что это является неким цивилизованным разводом после распада бывшего Советского Союза, я всегда сравнивал СНГ с тем, что произошло после распада Британской империи. Потому что то содружество, которое и государства остались в рамках данного содружества, сознательно касается, ну все знают об этом, и Австралия, и Новая Зеландия, и Канада. То есть это надо учитывать британский прагматизм. То есть мы говорили о том же, к сожалению, СНГ не является, или по крайней мере, это не вина СНГ, это не вина отдельных государств, это вина политиков, потому что по большому счету все те действия, которые в рамках СНГ в 90-е годы, я помню, когда говорили о том, что и создание специализированного суда, арбитража экономического в рамках СНГ, потому что особенно в 90-е годы, когда связи между государством были довольно-таки еще оставались после распада Союза, и, в принципе, исходить опять же из практики Британской империи, когда все исходили из того, что необходимо и что целесообразно своим народам, своим государствам, и практически во главу угла, или главным, это был экономический аспект. Если бы СНГ сохранило бы такой статус, то, в принципе, наверное, сегодня поддержки о выходе, я не говорю сейчас о Грузии, которая, в принципе, после войны с Российской Федерацией в 2008 году, то есть там было понятно. У нас вопрос о том, как мы к этому подходим, как мы будем вести дальнейшем отношения с Российской Федерацией, я всегда был сторонник двусторонних соглашений, но это вовсе не означает, что государство должно отказываться от каких-либо своих традиционных связей, потому что нужно учитывать, что ситуация Республики Молдова, в том числе и Приднестровский конфликт, а Приднестровский конфликт, хотим или не хотим, но без участия Российской Федерации, он невозможен практически в любом формате, каком бы он ни был, потому что это является, ну, каким-то таким краеугольным камнем, и, к сожалению, на постсоветском пространстве произошло то, что, в принципе, в мире не совсем часто происходит, когда без соответствующего мандата Совета Безопасности, например, Миротожские силы, которые были установлены, но мы исходим из того, я, по крайней мере, говорю сейчас в том числе и свое мнение, мы исходим из того, что является непосредственно сегодня реальным. Мы должны учитывать вот эти реалии, должны воспользоваться теми возможностями, которые дает СНГ. То есть, вот вы сейчас перечислили те сложные моменты, да, политические, но вот в плане позитива есть какие-то вот вещи? Если поддерживать экономические отношения, то есть в рамках... То есть экономика. Экономика, это самое основное. То есть из этого нужно исходить, потому что экономические отношения, которые должны строиться в том числе на двухсторонних отношениях, но в рамках СНГ на сегодняшний день, по крайней мере, есть возможность, и эти просто возможности нужно их... Зона свободной торговли. Да, нужно этим воспользоваться. Поняла. Господин Батронич, что дает Молдове членство ЛСНГ? Ну, безусловно, это важная международная организация, очень конкретная, близкая Республике Молдова, близкая исторически, близкая культурно. Это те страны, с которыми мы разделяем где-то примерно у нас одни и те же проблемы, одни и те же вызовы. У нас примерно одинаковый стиль, уровень экономики. И у нас, безусловно, близкий интерес и, безусловно, я не могу называть данную структуру какой-то дежурной, вот как сейчас пытаются многие аналитики сказать, что это такая ненужная структура. В первую очередь, это экономическая структура, это договор о свободной торговле, который лишает страны-участницы, они не платят налоговые определенные сборы. И это возможность беспрепятственного доступа на рынок, доступа привилегированного, потому что не применяются все те налоговые сборы, которые применяются к странам, которые не входят в структуру СНГ. Я хочу сказать, вот одну цифру только назвать. Даже на фоне тех многочисленных проблем, которые были, вызовы, постоянной провокации в адресном Российской Федерации, какая-то вот такая неумная политика, войны с Востоком, критики с Востоком, даже вот в этих условиях доносятся и внутренние проблемы, очень серьезные, экономические. Даже в этих условиях объем торговли со странами СНГ это около 500 миллионов долларов, около полумиллиарда долларов. И, безусловно, это цифра важная для Республики Молдова, которой, безусловно, недостаточно, ее надо наращивать. Потенциал рынка СНГ, на самом деле, по оценкам экономистов, экспертов, это порядка 3-3,5 миллиардов долларов. Это позволяло бы, если бы мы этот рынок полностью осваивали, это позволяло бы Республике Молдова не искать где-то, не попрошайничать какие-то кредиты, гранты, потому что выросли внешние долги, государственный долг вырос в разы. Это первое. Первое, это, безусловно, экономика. Второе, это наши культурные проекты, наши гуманитарные связи. И, что очень важно, конечно, это же и сотрудничество в сфере безопасности. В январе прошлого года вот пришел проект парламента, парламент проголосовал проект в рамках СНГ о совместной борьбе с терроризмом, экстремизмом, со всеми теми вызовами, которые есть сегодня в связи с миграцией, с теми проблемами, которые сегодня испытывает на себе европейский континент. И, соответственно, это очень важное сотрудничество с сотрудничеством в области обороны. Я думаю, что у нас, опять же, схожие проблемы. Безусловно, потенциал... Но при этом, давайте уточним для телезрителей, мы не входим в военные никакие блоки, мы не входим... Нет, у нас есть программы в рамках борьбы с терроризмом, в рамках борьбы с определенного рода угрозами, да, но Республика Молдова и обладает нейтральным статусом. Мы не можем входить в ДКБ, мы не можем входить в НАТО. Поэтому Республика Молдова не может входить ни в какие военные блоки, но сотрудничать в рамках СНГ, в том числе и в области вызова безопасности, я думаю, что это очень нужно нашей республике. Благодарю вас. Первые ответы, как всегда, самые подробные. В дальнейшем призываю вас быть более краткими, для того, чтобы мы успели обсудить как можно большее число вопросов. Господин Гамурарь, ну, вы сказали, что есть какие-то положительные моменты, но вот сейчас у нас происходит то, что происходит. Либералы зарегистрировали свое постановление, да? Мы знаем, что уже рассмотрели его в двух парламентских комиссиях. Мне кажется, правомерен вопрос по поводу демократов, да? Как они себя поведут. Вот. Поддержит ли эту инициативу демократическая партия и почему? Ну, мы говорили, мы всегда говорили, выступали за то, что за тот интерес, который есть в республике Молдова. И каждый раз, когда мы говорили о том, что республика Молдова, по крайней мере, мы видим республику Молдова в европейском векторе, но это вовсе не означает, что мы отказываемся от неких своих традиционных рынков. Я приведу один из примеров, потому что есть понятие конкуренции. Например, когда после 2005 года были запрещены грузинские вины на российский рынок. И я помню, как эксперт в рамках Международного комитета Красного Креста, когда, например, фуршет всегда обслуживался за счет грузинских вин, моментально поменялись на чилийский. Когда я разговаривал с экспертами, они объясняли очень четко, что это огромный рынок, который захватывался моментально, причем работает сильная компания на государственном уровне в Чили, которая продвигает свой товар. Это один из тех примеров, потому что если мы будем ждать только того, что что-то произойдет, то практически это невозможно. А давайте не ждать, давайте поймем, демократы будут голосовать или нет. Вот этот вопрос сегодня волнует всех. Мы не выступали никогда за выход из СНГ. По крайней мере, я не помню таких деклараций, которые делались демократической партией не раньше, и до Нового года, и после Нового года. То есть это инициатива либеральной партии. То есть вы не готовы голосовать за нее? Мы даже не обсуждали такой вопрос. По крайней мере, я не... Вот хитрого отвечается. Потому что как только возникает какой-то комментарий представителя партии, вот господин Дьяков, например, высказал свое мнение по поводу господина Басецку. Ваш же комментарий последовал. Это его личная позиция. Это все, конечно, хорошо, но личная позиция, там четкая позиция, да, что нужно символически Басецку наказать. А люди задаются вопросом, если так вот партия говорит, значит, отделяет себя от позиции господина Дьякова, значит, у них другая позиция. Вот вы поясните, пожалуйста, потому что вот как бы личное мнение хорошо, но мы же знаем, что есть такая вещь, как партийная дисциплина. Если относительно, вот я просто хочу дополнить относительно того, что говорил господин Дьяков, и потом мои слова, которые цитируются, после этого были некоторые журналисты, которые переспрашивали, я объяснял, что я сказал о том, что это личное мнение, это вовсе не означает, что оно противоречит политике партии. То есть я сказал, что не было специального доклада, не было специально говорено то, что нужно выступать таким образом, но это вовсе не означает, что господин Дьяков говорил о том, с чем не согласна партия. Вот такой подход. Я приводил примеры своей деятельности, когда ты высказываешь научную деятельность, высказываешь какую-то идею, но при этом она не обязательно совпадает с идеей редакционной коллегии и той организации, которая работает. Ну да. Мнение автора не всегда совпадает с мнением редакции. Господин Батрынчев, вы как полагаете, все-таки демократы поддерживают этот закон в проекте? Ну, во-первых, хочу сказать с самого начала, что абсолютно не принципиально, кто что поддержит, потому что тот проект, который был зарегистрирован либеральной партией, он не имеет никакой юридической подоплеки. Более того, это абсолютная юридическая безграмотность, даже бездарность. Это говорит о том, что люди, которые писали этот проект, вот я задавал вопрос, кстати, на комиссии, они не могли назвать ни сколько стран входит в СНГ, запутались, заблокировались. Они не могли сказать, какие условия выхода из этой организации, какие юридические процедуры должны быть соблюдены. Сегодня данный проект решения, который предлагают либералы, даже если он будет поддержан, он нарушает все юридические процедуры, не парламент должен инициировать в данном случае расторжение этого соглашения в рамках СНГ и выход из СНГ. Это прерогатива принадлежит другому органу, я сейчас не буду говорить какому, но я думаю, что те, кто заинтересуется, могут прекрасно, это доступная публичная информация и могут узнать ту процедуру, по которой Республика Молдова может инициировать этот выход. И поэтому в данном случае эта процедура юридически обречена на провал. То есть те люди, которые ее фактически выдвигали, откровенно продемонстрировали, что популистский электоральный выпад, который не имеет под собой никакой подоплеки, либералы фактически не были заинтересованы в том, чтобы провести серьезную экспертизу, анализы и предоставить юридически какую-то дорожную карту по выходу из СНГ. Поняла. Соответственно, это их примитивный популизм, ориентированный на 7-8% электората, потому что им надо как-то гимн успеть видеть, как его вернуть. Это первое. Второе, что касается позиций демократической партии, несложно сказать, потому что она очень часто колеблется вместе с геополитической линией. Да, вот слетали в Вашингтон, пришли там, объявили Российской Федерацией какой-то демарш и так далее, вернули дипломата. Поэтому несложно сказать, какое решение примет в данном случае демократическая партия. Ну, из тех заявлений, которые они делают, вот как бы и так, и так, и шиаша, шиаша, я так предполагаю, что все же таки демократической партией поддерживать эту инициативу абсолютно глупо. Это их толкнет очень сильно вправо, а на правом фланге им точно места, им места нет. Поэтому я думаю, что они будут занимать такую позицию ни за, ни против, но в итоге не проголосуют за данную инициативу. Ну, с одним моментом могу с Вами поспорить, несмотря на то, что Вы сейчас говорите о юридической стороне. Я знаю, что мы живем в Республике Малдулова, где невозможно и возможно. Поэтому, как бы, здесь вопросы остаются, но... Людмила, я прошу прощения, но важное уточнение. Когда мы занимаемся своими внутренними вопросами, и когда мы нарушаем Конституцию, Конституционный суд меняет, там, не интерпретирует, а меняет сам текст Конституции, смысл, это одно. Но когда речь идет о международных структурах, есть международные правовые механизмы, которые обойти, поверьте, не так просто, как это может казаться, там, ГИМПу или кому-то еще. Поэтому в данном случае, я думаю, что и парламент, и те люди, которые мыслят и рассуждают, поймут, что это популистская инициатива. Она еще и опасна тем, что Республика Молдова опозорится на международной арене, продемонстрировав полное непонимание принципов международного права. Есть процедура выхода, есть дорожная карта по входу в структуру, есть дорожная карта по выходу из этой структуры. Которая не менее года должна занять. Соответственно, я не думаю, что парламентское большинство и власти захотят до такой степени профанировать свой имидж на международной арене. Ну вот вы знаете, с этим можно поспорить, что они захотят, потому что мы являемся свидетелями того, что демократы, я не знаю, наверное, с каждым месяцем, скажу так, как ужесточают антироссийскую риторику. Когда читаешь заявление, это вопрос господину Гоморарию, когда читаешь заявление лидера партии, его интервью, и эти интервью особенно антироссийские, когда они написаны для международной прессы, мы видим, там весьма нелестные характеристики. То есть в пользу того, что от демократов можно этого ожидать, играет этот факт. Как полагаете? Давайте начнем с того, что все те высказывания, которые были, они были конкретными и по конкретным делам, потому что вопрос о том, я, например, разговаривал со своими знакомыми, со своими друзьями, которые из Москвы и Санкт-Петербурга в рамках Международного комитета Красного Креста, которые, опять же, спрашивали о том, что происходит, как происходит, и когда я разъясняю, они говорят, да, в принципе, можно и менять, потому что надо учитывать то, что я этому свидетелю на протяжении всех этих лет, начиная с 91-го года, после распада Советского Союза, это, к сожалению, само отношение Республики Молдова и наших делегаций, которые общались с российскими делегациями, они были такие, что мы сами, в принципе, где-то были готовы на то, на роль младшего брата. И, в принципе, это вошло в обиход, это называется неким обычаем, даже если не говорить юридическими нормами, неким обычаем, и поэтому это вошло, и вдруг резко что-то меняется. То есть я сторонним всегда был того, что последовательного подхода, потому что есть вопросы, которые необходимо решать, которые нужно восстанавливать, вот те, например, некоторые отношения, которые якобы в нашем понимании не совсем уместны. Когда мы говорим о том, что... Ну, секундочку, якобы, или все-таки с вашей, или не совсем уместны? Нет, по многим вопросам, которые неуместны, которые нужно восстанавливать, нужно ввести диалог, и нужно высказывать свою четкую позицию о том, что происходит, как происходит и почему это происходит. Потому что, знаете, есть то положение, которое это не мы придумали, это во всем мире. Есть практика, которая государству само предоставляет возможность, как к нему относиться и к своим лидерам, и к своим представителям. Господин Батронич, вы же часто летаете в Москву. Чем же так обижают россияне наших депутатов, представителей правительства, что вот уже год мы об этом говорим? Причем мы забываем о том, что мы журналистов их просто выдворяем. Мы так делаем, наших-то не выдворяем. Ну, во-первых, если я правильно понял тему нашей передачи, то все-таки речь идет о СНГ. Это 11 стран, среди которых и Российская Федерация в том числе. И здесь, безусловно, не надо смотреть на вещи так узко, как на них смотрит либеральная партия, что вот таким образом мы покажем, что мы хотим решить вопрос Приднестровья. Ты говоришь, что какое имеет отношение участие в СНГ или выход гипотически с решением Приднестровского конфликта? Это структура, в которую входит Белоруссия, с которой у нас наращиваются и дипломатические, и политические отношения. И ожидается визит господина Лукашенко в Республику Молдова, встреча его с президентом Республики Молдовы Игорем Дадоном. Ожидаются экономические определенные программы двустроения. Это Казахстан, богатейшая страна, просто богатейшая страна, рынок, который наш бизнес сегодня только начал изучать. И в том числе есть интересы определенных деловых кругов Казахстана, к Республике Молдовы. Это Азербайджан, богатейшая страна, которая запустила здесь ряд социальных проектов в Молдове. И поэтому говорить только с позиции антироссийской риторики, но безусловно возвращаемся к России. Я думаю, что здесь безусловно речь не идет о каких-то чьих-то политических позициях. Это геополитическая игра, это те обязательства, которые принял лидер демократической партии Плохотнюк в рамках визита своего в Вашингтон. Потому что мы помним, что все эти антироссийские демарши, заявления парламента, запрет российских телевидений, дипломаты и так далее происходило, синхронизировалось с его нахождением в Вашингтоне. И, соответственно, таким образом он демонстрировал свою лояльность. Но это очень опасно, потому что Республика Молдова обречена на контакт, на взаимодействие с Востоком и с Западом. И эта геополитика большая, она очень опасна для Молдовы, потому что Молдова не является той страной, которая может с кем-то воевать против кого-то. Тем более, если речь идет о Востоке, России или Западе, или Соединенных Штатах. Поэтому нам надо трезво смотреть на вещи и нам надо рассматривать экономические проекты, которые у нас должны быть. Если сегодня в Российскую Федерацию уезжает 95% нашей продукции, местной, сельскохозяйственной, то как можно отказываться от этих рынков? А что касается депутатов, той же Государственной Думы очень прагматичный, взвешенный подход. Они нам не выставляли какие-то требования, там никогда не шла речь о том, а давайте вы там построите стену, и на Запад никто не будет ездить, с Западом не будет никаких отношений. Россия поддерживает молдавскую независимость, молдавский суверенитет, нейтральный статус и так далее. Поэтому нам надо просто уметь вести диалог, при этом не задевая наших серьезных партнеров, тем более такого партнера, как Российская Федерация. Нам надо уметь вести взвешенный, уважительный диалог и с Западом, и с Востоком. По-другому в Молдове быть не может. Если будет реплика по поводу Соединенных Штатов, я имею в виду визит господина Блохотнюка, то, пожалуйста, я вам предоставляю возможность. Если нет, то идем дальше. Я бы не стал связывать тот визит с тем, что происходило, потому что, в принципе, речь о том, что есть некоторые... Давайте один пример я приведу, который все помнят, и он не касается демократической партии. И визит года два назад, если не ошибаюсь, когда визит нашей делегации во главе с министром внутренних дел в Минск через Москву. И в Москве без аргументов была задержана группа на несколько часов, если не понимаю, если помню. То есть вот такие моменты, они возникали. Возникали только со стороны, в данном случае, со стороны Российской Федерации. Я помню по себе, я часто летал как эксперт Красного Креста и в Петербурге, и в Москве. Я помню, каждый раз, когда возникали какие-то вопросы, это причем когда демократической партии не было еще у власти. И когда самолет, который прилетал из Кишинева, то есть, в принципе, демонстративно задерживался, по крайней мере, задавались какие-то вопросы. Я не говорю, что такого быть не может. Но то, что было определенное отношение, потому что я потом с своими коллегами говорил, я помню, у меня была ситуация, когда нас задерживали, меня ждали уже практически представители дипломатического корпуса, которые говорили, ну хорошо, у тебя же есть приглашение и так далее. То есть, моменты вот эти, я всегда ищу проблему в себе. То есть, мы должны искать проблему в нас. Почему это возникает и почему? Что мы должны дальше делать для того, чтобы улучшить соответствующие отношения? Господин Гоморарий, а не может быть так, что демократическая партия займет такую позицию, как примерно она занимала по вопросу о языке? Я имею в виду молдавский, румынский. То есть, когда мы видели, что в одной комиссии некоторые люди, представители демократов, они поднимали руки, да, румынский, да? Некоторые, значит, представители демократов эту идею не поддерживали. То есть, есть ли шанс, что будет повторена вот эта ситуация с одной лишь только целью? Знаете, вот наращивать эту риторику с возможностью, да, говорить россиянам, но все равно вы должны будете с нами говорить, да? Вот такой шантаж такой. Нет такого? Я бы не сказал, что это шанс, потому что я бы не хотел сравнивать это с тем, что было по языковому вопросу, потому что мы изначально не обсуждали данный вопрос по языковому, потому что это дело у каждого человека отдельно. То есть, потому что языковый вопрос это вообще специфический. Господин Гоморарий, вы сейчас лукавите. Я знаю, что партийная дисциплина вещь суровая, и я знаю, что такие вопросы обсуждаются, извините, и принимается единая позиция. Не было никакого решения по языковому вопросу, потому что это было ставлено... Так понимаете, вы вынуждаете меня спросить вам, у вас демократическая партия тогда все равно? Как будет решен этот вопрос, если вы говорите, ну, голосуйте, захотите. Я сказал по языковому вопросу, потому что это такой щепетильный вопрос, и у каждого разделяется мнение, кто-то считает, что это румынский язык, кто-то считает, что это молдавский язык. То есть это вопрос, который, в принципе, не может быть единого мнения, даже в партии. То есть демократы согласятся с любой версией? Кто победит? Молдавский, румынский? Если мы говорим о языке, то, в принципе, здесь мы его оставляем отдельно. Если мы говорим о том, что в векторе государства или каких-то общих вопросов, которые касаются, и где демократическая партия должна высказать, то здесь, конечно, есть единое мнение, и у партии каждый раз мы об этом говорим. То есть мы никогда не говорим о том, что каждый депутат будет голосовать по-своему, по каким-то важным вопросам. То есть есть позиция, есть четкая, которая обсуждается, из которой приходится. Господин Батронич, а как у социалистов? У вас как люди? Вот тоже так вот? Я вначале хочу все-таки, Людмила, позволить реплику, что касается аэропортов, задержаний и так далее. Я не знаю ни одного случая, хотя я знаю о депутатах Молдавского парламента, это из большинства, о которых идет речь, чтобы кого-то разворачивали. Где-то держали 40 минут, час. Возможно, какие-то сотрудники органов действительно где-то что-то нарушали. Я не могу объяснить. Ну, например, да, однофамилию по базам. Но, 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 они попадали, наши депутаты, более того, вице-представитель парламента Витюк, Иванова Виолетта и много-много других получили в прошлом году грамоты почетные межпарламентской ассамблеи СНГ. Они могут спокойно приехать, да. И их никто не разворачивает, да. Вот хотелось бы, чтобы журналистам, которых выслали, тоже какие-нибудь грамоты дали. Ага Сангумураев, голову интересно. Но здесь, в случае Молдовы, это просто беспрецедентно. Это меры, которые применяются тогда, когда ведется дипломатическая война, либо какие-то военные действия. Это когда депутатов Государственной Думы, официальных лиц с дипломатическими паспортами, которые признаются даже в Тимбукту, в Латинской Америке, ничего не объясняя, их не пускают в страну, их разворачивают, и они улетают обратно. Хотя у них есть официальные приглашения, у них есть основания. То есть они могут подтвердить цель визита. Их встречают в аэропорту, и этих людей не пускают. Для чего у меня, для чего такой провинциальный жест, да. Потому что депутаты, это официальные лица, не пустить по дипломатическому паспорту, то это нужно очень веско. Сотрудники вот этих пограничных служб в аэропорту сидят вот такие, и они никак ничего не могут объяснить. Потому что понятно, им сказали, просто нажали на кнопку, но им не объяснили, почему люди не могут попасть в страну. И речь, безусловно, идет и о десятках журналистов. Хотя кто-то ретранслирует российское телевидение в Молдове, получается. Вопрос в чем? Для чего демонстрируется вот эта нарочатая позиция? Напрашивается только один ответ. Нет, продемонстрировать свою вассальскую преданность Западу, Соединенных Штатов, показать. Видите, мы даже депутатов Российской Госдумы с паспортами дипломатическими, мы их не пускаем. Видите, какие они хорошие? Помогите. И в итоге Конгресс США выделяет определенные деньги на борьбу с Россией и так далее. И здесь кто-то претендует на эти деньги. Мы в итоге из поиска, на чем мы можем зарабатывать, чем мы можем торговать и где мы можем наращивать свою экономику, мы пришли к тому, что денег у нас нет. Единственное, что мы можем, это мы можем просить у Запада на борьбу с российской пропагандой, так называемой, и попрошайничать у Конгресса американского. Вот в этом беда, потому что даже тема Запада... Да, конечно, беда, если американцы не внесли Молдову в список стран, которые пострадали от американской пропаганды. У меня даже в парламентской ассамблее Совета Европы задавали вопросы. Там более нейтральные деятели, европейские, из Австрии один товарищ задавал вопросы. Там француз один задавал вопросы. А скажите, там правда, что вас не пускают депутатов в Госдуму и в Молдову? А вы можете объяснить, какая этому причина? И я затруднялся ответить, какая этому может быть юридическая причина. Потому что для европейских дипломатов, депутатов, чтобы тебя не пустили в аэропорту, это нонсенс, такого не бывает. Ты должен либо совершить преступление, либо на тебя должны быть приняты государственные... Здесь государственных решений нет, и, соответственно, происходит то, что происходит. Это демарши, это опасно, и никто не задумывается о том, что там более 500 тысяч наших граждан, которые ежегодно отправляют домой более миллиарда долларов. Все-таки вопрос был относительно того, а вот демократы говорят, что у них свободно это убеждение. Вот социалисты как? Вы принимаете единую позицию? Ну, партийная дисциплина, конечно, я думаю, что она есть у всех. И, конечно, мы обсуждаем фракции, у нас могут быть разные мнения. Иногда бывают очень жаркие дискуссии, когда мы не можем там друг друга убедить. Но в итоге мы принимаем общее мнение, и мы выходим с единой позиции. У нас не было случаев, когда мы голосовали по тому или иному вопросу по-разному. Поэтому вопрос языка, это вопрос принципиальный, это вопрос, хотим мы, не хотим, это вопрос политический. Тут не может не быть в данном случае позиции, потому что речь идет о изменении Конституции. Тут надо высказываться, надо определять свою позицию. Но хотя могу подтвердить, я беседовал, чтобы понять, какой расклад будет в парламенте по языку, беседовал с некоторыми коллегами. Да, они говорили, что действительно было принято решение, что каждый депутат в большинстве их принимает самостоятельное решение и голосует так, как считает нужным. Но я думаю, что в вопросе все-таки это надо, надо, чтобы каждый определил свою позицию, потому что вот и так, и так, ну тут не получается. Вы говорите, я не знаю почему, а может быть дело в предвыборной кампании? Вопрос о языке или вопрос о выходе из СССР? Вопрос об СНГ, да, и о языке, и вообще, понимаете, как, вот смотрите, демократическая партия в последнее время на самом деле ведь сделала много заявлений, я не говорю сейчас о действиях, да, на самом деле сделала много заявлений, которые трактуются как антироссийские. Слушайте, Госдума приняла постановление, в которое лично была фамилия лидера демократической партии. Так ли это? Есть ли здесь предвыборный оттенок? И мне очень интересна еще судьба, потому что очень многое будет зависеть от того, примем ли мы вот эту декларацию, которая будет ответ в Государственном доме, и проект, который зарегистрирован. Я видела эти слова. Ну, честно говоря, слова вмешательства во внутренние дела и все такое. Как вы думаете? Ну, во-первых, если мы говорим вот сейчас вот эти два вопроса, которые об языке и выходе из СНГ. Нет, о языке это был пример, в плане того, что мы не понимаем, какую позицию занимают демократы. Я поэтому хотел с этого начать, потому что это не наша инициатива, мы никогда не говорили об этом, и, в принципе, мы всегда говорили, что это вопрос для будущего, потому что есть многие... То есть это спорный вопрос, и он очень сильно... Из-за этого вопроса общество разделено. И это с 90-х годов было, это и сегодня происходит. Поэтому мы всегда исходим из необходимости консолидировать общество, поэтому такие вопросы... Не ко времени. Не ко времени, конечно, не ко времени. А можно один такой вопрос? Скажите, пожалуйста, если партия, которая у власти, у которой свой спикер, она не хочет законопроект данный рассматривать, знаете, как это делать? Я вам расскажу. Законопроект, он проходит заседание комиссии, после этого собирается спикер, собирает, значит, постоянное бюро и голосуется, где большинство все-таки управящей коалиции. И вопрос либо рассматривается, либо вообще не рассматривается. Так? Господин Батронович? Я думаю, это депутатный вопрос должен быть. Да, вот по поводу всей этой процедуры. Не, ну безусловно. То есть если партия не хочет, вот демократы говорят, вот ни время, ни место. Мы же видели не раз, когда не хотели демократы, да, рассматривательный вопрос, они просто его не включали, повестку дня. Этот вопрос тоже можно было с успехом не включать повестку дня, сказать либералам, ребята, это то, что разделяет общество, общество не готово к этому, это не ко времени. Давайте не будем рассматривать на этот вопрос включения. вы уже не члены правящей коалиции. Это я так от себя добавляю текст. Да, ну как-то можно было. То есть мы вам предлагаем такой вариант, да? Насколько он вероятен, что внедрится в жизнь? Такой вариант должен был обсуждаться в парламенте непосредственно, потому что это вопрос, который касается деятельности парламента и его регламента. Поэтому сейчас говорить о том, что почему это было сделано или почему нет, я бы не хотел выдаваться. Ну вот я вам объясняю, регламент, как это делается. Ну понятно. Хорошо, Господин Гомбарь, знаю точно, завтра председатель парламента соберет председателя комиссии, да, и будет обсуждать повестку следующей сессии. И вот от завтрашнего, например, голосования, мне некоторые моменты станут ясны. То есть внесут они в повестку дня этой сессии вот эти все вопросы или не внесут. Насчет евроинтеграции, например, демократы сказали четко, да, вот мы собираемся это рассмотреть, тут не шагу на... А вот эти два вопроса, это вот какая-то вот такая вот непонятная позиция. Многие говорят, предвыборный маневр. Они уже стали на эту колею, не хотят терять своего избирателя. Давайте скажем так, потому что когда делается параллель, проводится между европейской интеграцией, у декларации, и вот то, что касается СНГ, во-первых, вопрос об европейской интеграции, у нас есть договор базовый, это международный договор, договор об ассоциации, который мы подписали и который предусматривает определенные юридические обязательства со сторон, в том числе и со стороны Республики Молдова. Да. Когда мы говорим об СНГ, значит, в рамках СНГ есть международные соглашения, которые также, которые также обязательны для Республики Молдова. И мы говорим про выполнение обязательств. То есть сама организация, здесь вопрос обсуждается о том, что насколько целесообразно участвовать в данной организации. И вот этот вопрос, который возникает, и он, наверняка, завтра будет обсуждаться. Потому что когда мы говорили об европейской интеграции, и мы об этом обсуждали не раз, для меня, например, это понятно, это еще подтверждение того, что то обязательство, которое мы взяли в 2014 году, оно является, то есть Республика Молдова обязуется его выполнять, потому что я как юрист-международник могу объяснить, что в принципе, если не выполнять данный договор, может наступить международная ответственность. Ответственность не обязательно санкции. Ответственность может быть, например, приостановление безвизового режима, приостановление каких-то программ, каких-то проектов. То есть есть практика, я сейчас не касаюсь то, что происходит в рамках Европейского Союза. Вы все знаете, что происходит в Польше, да? И когда Еврокомиссия сказала, что в том числе может включить вопрос о применении шестой статьи Лиссабанского договора. Да, да. То есть вот такие моменты, это юридические аспекты. Когда мы говорим о какой-либо международной организации, мы должны понимать, что разделять. Есть обязательства по международным договорам между организацией и межгосударственные, в том числе на двухсторонних отношениях. Есть сама организация, которая в принципе предусматривает и выплата взносов, и многие другие вопросы организационного характера. Хорошо, раз вы не хотите связывать это с предвыборной темой, хотя вот очень многие говорят, что к выборам, я не знаю, у нас усилится активность антироссийских сил, унионисты, вот вы видите. Кстати, вот скажите, пожалуйста, эти села, не могу не спросить, зритель не простит. Пять сел провозгласили себя территорией Румынии. Я понимаю, что это считается, что это не очень документ. Но вы представляете такую ситуацию, чтобы так с другой страной произошло? Вы понимаете, что завтра могут проголосовать пять сел за то, что они украинцы, они хотят в состав Украины, а кто-то в Турцию. А вы понимаете, как гагаузы к этому относятся, как они наблюдают и знают все эти моменты, они видят, что происходит. А почему у нас нет реакции правящей партии? Знаете, если обсуждать то, что произошло с этим декларациям, то есть юридически они ничего не стоят. Это понятно. То, что они политические, вот были эти заявления, я был всегда сторонником того, чтобы вот такого рода заявления не делали. Потому что у нас вопрос о том, что у нас есть... Я сейчас не открою ничего нового, потому что все знают о Севере, все знают о Юге. Многие вопросы. Я скажу свое личное мнение, потому что еще несколько лет назад, если не ошибаюсь, когда господин Лучинский был президентом, я с некоторыми советниками, которые тогда работали, я им говорю, ребята, есть формула, которая, в принципе, очень... С точки зрения международного права, она очень хороша. Но это нужна политическая воля. Почему не включить положение о том, что в случае, если Республика Молдова теряет статус субъекта международного права, то вот мы говорим о Приднестровском регионе. То есть он должен иметь право на то, на решить, что будет дальше. Это в том числе и гарантия государственности и правосубъектности Республики Молдова. Два момента. Первое. А можно по этому, я прошу прощения, подчеркнул? Ведь из семи сел, которые подписали пять примаров демократической партии, вы приняли какие-то партийные решения в этом отношении, пригласили этих примаров, объяснили им, что они нарушили конституцию, компетенции местной публичной администрации. Вот демократическая партия как-то отреагировала на эти демарши своих примаров? Я не могу сейчас сказать, я надеюсь, что на следующей неделе будет, когда у меня будет какое-то видение, я смогу сказать об этом, в том числе начнутся уже последние заседания. Я поняла, потому что, понимаете как, если это, как вы говорите, символическая, вот эти декларации, не имеющие юридической силы, но очень хочется, чтобы был комментарий людей, которые, я не знаю, у которых высшие должности в государстве, я хочу знать, что думает примар, я хочу знать, значит, что думает премьер, я хочу знать, что думает председатель парламента, они ничего, извините, в ответ не говорят. И еще, по поводу господина Басеску, понимаете как, вот я помню, когда господина Эрдогана, вы помните, из Германии, что произошло, когда он вел агитацию по поводу референдума, да, что сделала демократическая Германия? Ну, говорите людям, да, говорите, что они сделали. Ну, запрещено, потому что он проводил в рамках вот того режима, который, в принципе, в Европе был принят, что его попросили покинуть страну. А почему Молдова так не делает в отношении господина Басеску? Мы, мы что, не так демократичны, как Германия? Понимаете, я пройду и другой пример, когда Шарль-де-Голь приехал в Монреале и сказал, да здравствуй, свободный Квебек, его просили... Вы льстите господину Гимпу, сравнивая... Нет, я говорю о том, что эти лица, Эрдоган и Шарль-де-Голь занимал должность главы государства. Господин Басеску является частным лицом. В данном случае он является... Тем более, тем проще. Вы представляете, как выдворить главу государства и что такое выдворить человека с двухпроцентным рейтингом Румынии? Надо учитывать, что исполнительная власть, глава государства, глава правительства, министра иностранных дел и посол на территории государства, где он осуществляет свою деятельность, он высказывает официальную позицию государства. И в данном случае, естественно, должна быть жесткая реакция, ну или жесткая какая-то реакция со стороны государства. Сейчас спрошу господина Батринча. Вы ставите сложную ситуацию господина Гаврая, потому что, ну, не сможет он вам ответить... Много вопроса. Не сможет он вам ответить, почему спикер Канду, да, нескольких идей. Вы не сможете спросить про премьера. Знаете почему? Потому что учебные заведения непосредственно находятся в видении Министерства просвещения, которое является частью правительства. Кто-то босеску, мало того, что его опускают с этой пропагандой, никто его из страны не выгоняет, не объявляет персоной нон-грата, как поступило бы цивилизованное правовое государство. Ему открывают двери учебных заведений. Там его встречают с хлебом с солью. Школьники. Там ему никто не сгоняет людей, которые бы сказали, там ему никто не сгоняет СИБ, структуры государственные, никто его там не записывает. Более того, туда едет Молдова-1, публичный государственный канал, который живет из публичных средств. Соответственно, кто-то нажал на эту кнопку и открыл ему все эти двери. Беспрепятственное передвижение по Молдове, учебные заведения и в том числе и публичный канал Молдова-1. Соответственно, это говорит о том, что демократы позволяют это сделать. Но вопрос в чем? Они заигрались в геополитику. Украинцы закрывают молдавские школы, создают проблемы в Поднестре, но мы не можем им ничего сказать. Мы не можем показать им свой эффект, потому что нам сказали дружить с украинцами, потому что нам сегодня американцы. Румыны сегодня... Слушайте, даже украинцы отказались... Можно реплику? Это очень к месту. Даже украинцы отказались от выхода из СНГ, да? У них зарегистрированная инициатива. Вот так и лежит. Украина еще является членом. Лежит, лежит, и никто ее не рассматривает. Румыны сегодня допускают открытый в них Сенат, парламент ихний принимает соответствующие постановления о необходимости, как они называют, возврата Республики Молдова. Соответственно, для нас, как для субъекта международного права, это является прямой атакой на наш суверенитет. Ни одной реакции официальных лиц. Почему? Потому что с румынией американцы сказали дружить. Там базы НАТО здесь открывают свой офис НАТО. Заигрались. Да, есть сиюминутные может быть какие-то политические интересы. Надо удержаться во власть. Да, потенциально рассматривают, что с кем обедняться. Мандатов не хватает. А вдруг пройдут право и объединиться в парламенте. Но вот в этой политике позиции, она сегодня, она, это политика одного дня. Она нас ведет в никуда. Мы практически каждый день лишаемся атрибутов нашего суверенитета. Сегодня пройдите столичные лицеи во всех внутри в лицеях висит компания Юсун Трумен. И соответственно идет пропаганда, пропаганда прямая в наших учебных заведениях. Поэтому демократы на самом деле, они просто думают о сегодняшнем дне, они не понимают, что то, что сегодня происходят все эти игры, они очень опасны для этой страны, для этого населения. И вы правильно говорите. Они не думают о том, что у Молдовы есть какая-то своя специфика, свои этнические группы, что нам надо решить одиннадцатоприднестровский конфликт, потому что это наша страна, наши люди, что нам надо и гагаузов удержать, что и север есть. Они об этом не думают. Никто не задумывается о нашей специфике и никто не задумывается о том, что нам в этой стране надо как-то сохранить этот хрупкий мир. А вот эти провокации, они на самом деле провоцируют. Вот ездишь по районам и в районах люди задают вопрос, что значит, что примарии принимают такие решения? Почему на этих примаров не возбудили уголовные дела? Почему хоть СИП выскажется уже однажды? Если позволится, времени не так много, я к СНГ все-таки вернусь. На этой неделе не очень заметили одно заявление, а мне оно показалось достаточно важным. И сделал его новый вице-премьер, господин Лянко, по евроинтеграции. Он сказал так, цитирую, «Как только мы внесем заявку на вступление в ЕС, а мы же собираемся в ближайший год-два, судя по обещаниям демократов, и получим статус кандидата, тогда наступит подходящий момент объявить о выходе из СНГ. То, что выйдем, говорит господин Лянко, никто и не сомневается». Знаете, что мне кажется? Вот мне кажется, что с этого дня надо людям говорить честно, что наша проевропейская уважаемая коалиция берет на себя такое обязательство, что как только мы подаем заявку и принимаем в Конституции евроинтеграцию, и вдруг мы получаем статус кандидата, которым мы можем 20 лет сидеть с этим статусом, понимаете, мы выходим из СНГ. Скажите людям честно, мы выйдем. Виспремьер честно говорит. Комментарий. Во-первых, то, что касается европейской интеграции, опять же, я исхожу из той практики, которую я хорошо знаю, например, страны Северной Африки, которые многие годы являются кандидатами, или Турция сколько лет вела переговоры, конечно, для Молдовы было намного проще, исходя из того, что это маленькое государство. Но нужно учитывать, что ни одно государство, которое имеет на своей территории проблемные, ладно, я не касаюсь Кипра сейчас, вот нерешенный вопрос, довольно-таки сложно стать кандидатом или впоследствии стать участником европейской интеграции. Вопрос в том, что я всегда исходил из того, я бы хотел, чтобы мы научились быть прагматически думать, так как думают северные страны. Замечательно говорите. Потому что тогда, когда мы говорим о европейской интеграции, значит, я сторонник того, чтобы не были не только эти декларации, чтобы мы подводили под то, что на самом деле Республика Молдова все, что касается деятельности, жизнедеятельности, всех вопросов, чтобы они подходили под те европейские рамки, которые существуют. от вопроса, например, то, что мы являемся участниками СНГ. И впоследствии, на самом деле, такой вопрос... То есть вы спорите с господином Лянко сейчас, да? Во-первых, это декларация, о которой я сейчас говорю в том числе и в своей личной мере. Я и схожу из того, как юрист международник. Потому что учитывая практику Алжира, практику Марокко и так далее, которые есть четкие в европейские страны, например, во Франции, владельцам маленьких бестроп, кроме французов, могут быть выходцы из Алжира. То есть это норма, которая прописывается. Я сторонник, я, например, два года назад выступал, это был проект, который я сейчас стараюсь его продвигать, то, что касается Transitional Justice, о том, что как возможно восстановить диалог между двумя берегами, между Кишиневым и Террасполем. То есть эти вопросы я бы ими не занимался, но я как юрист международник в данном случае не занимался, если бы, например, я бы в это не верил. Потому что в любом случае любой вопрос, который касается внешнего вектора Республики Молдова, это не означает, что ты отказываешься от другого лета, каких-либо обязательств международных, в том числе с государствами в рамках Содружества Независимого СМС. Тогда у меня к вам большая просьба. Вот нужно сесть тогда и поговорить об этом с господином Лянко, чтобы когда он делал такие декларации, он понимал, что все-таки они могут быть спасены. Потому что вас слушаешь, понимаешь все, а потом читаешь заявление вице-премьера по евроинтеграции и как-то совсем все по-другому видится. Все-таки это правящая коалиция. Господин Батрынч, как вам это заявление и можем ли мы, вот пожалуйста, объясните, можем ли мы говорить, что после вот всех этих вещей Молдова непременно перестанет быть членом СНГ? Кого комментирует? Проворовавшийся чиновник, фигурант дела кражи миллиардов. Поэтому для него сейчас это лишь возможность в перспективе завоевать для себя защиту каких-то западных структур и так далее. Отсюда эти все демарши, антироссийские Лянко и выход из СНГ. Но он же, у меня ощущение деживили, Людмила. В 2014 году Лянко с его другом Филатом, они выходили и делали ролики, что победят левые, будет Донбасс, будет война, будет кровь. А победим мы, то есть они. И в 2015 году Республика Молдова станет членом Европейского Союза. Проходит 4 года, за 4 года людей довели до еще большего отчаяния экономического и социального и выхода людей из страны. И они опять говорят, что Лянко в этот раз говорит, что через 3 года мы подадим заявку на вступление в Европейский Союз. Он пусть свои декларации почитает. И пусть людей не дурят, потому что надо читать европейских комиссаров по расширению, надо читать первоисточники на английском, французском языках, чтобы понять, они же четко говорят Европейский Союз. Он не будет, не планирует расширяться. Более того, есть Брекзит, есть проблемы во Франции, есть проблемы в Германии. У них есть свои вопросы, которые они сегодня решают, которыми они занимаются. И все говорят единогласно, что ни о каком расширении и вступлении новых членов в Евросоюз не может идти речи. Для этого создали это восточное партнерство, чтобы остановить расширение стран-членов на восток. Поэтому это абсолютная глупость. И Лянко, наверное, держит граждан государства просто за дураков. И ладно, и ладно всех. Он даже свой электорат оставшийся процент-полтора он держит за дураков. Не подаст Молдова никаких заявок на вступление в Европейский Союз, потому что Европейский Союз никаких заявок на вступление не принимает. Соответственно, господин Лянко должен рассказать за 8 лет 3,2 миллиарда евро пришло в страну. Большая часть в форме кредита. За эти деньги можно было эту страну поднять с колен, можно было создать инфраструктуру, построить европейские дороги, создать социальные программы и так далее. И он сегодня опять, он не отвечает на те вопросы, на которые он должен отвечать, а что он делал 8 лет правительству. Он создает опять какую-то эфемерную цель и при этом для того, чтобы еще больше убедить свой собственный электрод, который не хочет за него голосовать. Он пугает людей. Я могу в этой ситуации сказать только одно, что мы, телеканал Акчент, приглашаем господина Лянко в эфир. Мы много раз пытались это сделать, честное слово. Вот никак человек не хочет приходить. Вот господин Лянко, если вы нас видите, пожалуйста, приходите. У нас к вам очень много вопросов. Я думаю, нам будет о чем поговорить. Ему нечего ответить на ваши вопросы. Он может выйти, заявить, что-то и исчезнуть. И вот одна маленькая ремарочка. Нужен диалог с Тирасполем. И нужно, чтобы в этот диалог были вовлечены люди. Международники, люди, которые обладают какими-то знаниями, опытом решения этого вопроса. Нужны эксперты. Но все скромные усилия могут свестись на нет. Одним открытием офисе НАТО. Потому что прекрасно понятна их реакция. Соответственно, если мы хотим объединить страну, надо быть очень сдержанными в таких вещах, которые нам просто не нужны. Я вынуждена вас прервать, потому что время эфира у нас уже вышло. Одно поняла. Мы только начали год. Впереди предвыборная кампания. И вы знаете, я знаю, что будут сделаны очень такие непродуманные, громкие заявления. Потому что люди будут опять геополитический фактор ставить во главу угла. Мне бы очень хотелось, чтобы люди понимали, что это не безвредно, что это не просто так. Понимаете? И каждое заявление, которое делается, оно может очень больно ударить по самому, вы знаете, больному, по межчеловеческим отношениям между странами. На мой взгляд, это самое важное в этой ситуации. Вас благодарю за то, что участвовали. Спасибо. господин Батрынчев, за вас проголосовало 345 человек. Господин Гамурарь, за вас 78. Так проголосовал. А за вас, Людмила? А за меня я не поставил пока такую строчку. Но я думаю, мы подумаем об этом. Благодарю вас за то, что пришли и отвечали на мои вопросы. Спасибо. Спасибо. Посмотрели программу Дело принципа. Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры подогнал «Симон»